итак добра здоровица мне прислали такое письмецо елена болезни лор бронхи легкие давайте их разберем так сказать более подробно что можно делать итак елена пишет добра здоровица листаю книги и не могу найти где советы на эти темы то есть лор бронхи легкие давайте сначала прочитаем а потом разберемся потому что смотрите лор бронхи легкие это как правило связаны и с толстым кишечником помимо всего прочего и с толстым кишечником в том числе важно понимать что найти вот если болит здесь это не значит что вот все здесь болит именно отсюда идет от может быть идти совершенно с другого места у меня такая проблема началась как переехала в германии девять лет назад а тут такой грипп ходит а может и не репорт з короче дикий кашель такой что извиняйте мы женщины прокладки толстый носили так смотрите когда человек переезжает с одной местности в другую естественно тут будет и акклиматизация эти и многое многое другое и если в германии вот допустим приехали из казахстана где климат сухой а в германии влажный то есть естественно естественно организм приспособлены к сухому климату значит во влажном вот в первую очередь как раз начинает страдать бронхи легкие так далее то есть они начинают усиленно работать это очень важно понимать вот почему они начинают страдать не то что вот отсюда поступила так как бы сказать зараза а из-за того что начинается выделение повышенное выделение слизи на которой размножается то есть а слизь это получается из-за того что повышенная влажность вообще внешняя влажность и если человека особенно переедает то у него образуется слизь в избытке слизь которая выделяется от слизь выделяется чтобы вы понимали через верх через легкие бронхи и носоглотку выделяется слизь поэтому надо обратить особое внимание на питание и причем не такое внимание на питание как вот это меньше буду жирных продуктов еще что-то а как вы питаетесь если вы запиваете после еды все вот это у вас будет знаете покатило покатило как бы вас не лечили вы вы просто-напросто образуете эту слизь в организме за счет неправильного питания у вас пищеварение работает неправильно из-за того что вы запиваете еду вот такая так стоит как-то тут это само понимать вот отсюда кашель дикий так далее так и такой бяка я тут уже четыре раза заболела вот еще болею но выздоравливаю уже естественно вот вот если это не помять вы будете постоянно болеть и не понимать причины одно дело что климат влажный уже у вас переизбыток влаги в организме и плюс еще питание добавляет вот эту всю слизь налаживание одного на другого плюс как только сезон у нас начинается осенне-зимний это еще третий фактор и как говорится в повалку все будете лежать вопрос такой как усилит эту зону лор бронхи легкие вот видите мы думаем что здесь проблема да не здесь проблема вот я вот знаете нутром чувствую она не там проблема она проблема опять-таки лежит в вашем питании вот это я важно подчеркнул то есть из-за того что мы неправильно питаемся и в соответствующий сезон я вам сказал еще два фактора из-за того что неправильное питание которое образует слизь мы запивая просто на так дальше у нас влажный климат и влажное время года сырое влажное время года все этого достаточно чтобы у нас легкие через которые выделяется слизь не справлялись и начались вот эти все бронхолегочные лор заболевания значит чтобы я тут сразу посоветовал тмин тмин и есть тмин этот для того чтобы нормализовать свое пищеварение каждый день с утра одну треть чашки чайной ложки тмина просто раз заглотили и пускай запили там тепленьким то есть легкие и все это такой лор их не усиляет а совсем по-другому поступает это мое мнение так можно отдельный стрим сделать и я отдельную видос сделаю я полтора года назад в россии сделала дальше полтора года назад в россии сделала косметическую операцию на лице но это просто кожа под глазами а врачи чтобы побольше с меня денег содрать применили аппарат и выел искусственная вентиляция легких для того чтобы просто содрать мы вот 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 так я только потом узнала что это за аппарат и что там зараза переносится как только уже уже в медицине существует как бы сказать заболевание от разного рода аппаратов они уже давным-давно установлены то есть идет подключка и естественно идет заражение через этот аппарат люди разные там лежат и так далее и того подобного вот смотрите вот у меня одна микрофлора я дышал через маску хопа на другого у него другая микрофлора он дышал через эту маску ну допустим зубы у меня зубы там грубо говоря целые у другого зубы кариозные у третьего там допустим что-то там в ландах у четвертого там где-то там ваймар векпазах у пятого там допустим еще что-то еще что-то и получается такая гремучая смесь хотя там и что-то там протирают и делают ну это все как говорится до фини ядрени и в результате вот это вот уже как больничный сепсис начинается откуда он начинается потому что там в больнице скапливается огромное количество больных людей со своими вот эти вот больными микрофлорами и и получается что-то там гремучие и вот это все это гремучие естественно лезет в легкий и дальше в круг значит я потом узнал это так с того времени каждый месяц каждый месяц оэрзэ хотя миндалины чистые я их йодом раньше прижигала не надо йодом прижигать а вот не надо их йодом прижигать понимаете йод все-таки делает сверху вот что-то там прижгли и это знаете вот как бы ну вам правильно сказать есть такие вот методы якобы прижигание там ранка и так далее которые вместо того чтобы сделать что-то полезное что-то полезно человек думает йодом там все это он на самом деле делает вредно то есть да миндалины прижили прижились ткань нежная вот здесь вот снаружи а а внутри как было там это сама бездетворная микрофлора так и осталось а потом ранка ранка да ты чё мы сейчас на нее заселимся не делайте такие вещи которые травмируют наш организм ни в коем случае если у вас орзет полощите керосином полощите вот керосином это самое одно из самых полезных и безопасных вещей либо вот сейчас делают тодикамп и погнали полощите и полощите без всяких знаете этих самых каких-то вредных последствий вот эта вот штука идет ладно дальше смотрите каждый месяц урзе хотя миндалины чистые я их йодом раньше прижала а вот какая-то инфекция дошла теперь идет дальше в бронхи и последние годы если болею то тяжело эти простуды переношу как мне с этим бороться может подскажете я благодарю елену за то что она меня поздравила с днем рождения и кое-что там выслала все получил все отлично все благодарю значит смотрите что у нас тут получается что у нас тут получается apple одно оформите предзаказ да нет у меня грош на эти предзаказы что у нас получается смотрите нету так то такой вот вещи как отдельно часть организма которые знаете вот в основном там страдает остальное все нормально уже это как правило общая реакция организм здесь может быть вот это вот урза еще и паразиты внутри организма помимо того что вот вместно вы можете использовать разного рода ингаляции ну допустим ингаляции с той же полынию эвкалиптом эвкалиптовая берете сухие листья эвкалипта там допустим столовую ложечку в кастрюльку сверху в литра два кипятка залили укутались и дышите то есть это вы будете вот все это здесь делать плюс я вам все рассказываю вот он табачок нюхательный ежедневно раза три в день делайте вот эту процедуру запоминайте чтобы вы не путались табачок нюхательный вы берете видите всего лишь навсего зубочистка вот сколько тут зацепилась на эту зубочистку я вам показываю а уже этого достаточно не надо там ссувать что-то там такое а вот этих фитонцидов которые мы вдохнули вполне достаточно чтобы они начали там целительную работу во всех этих наших гаймеров пазухах и так далее о как она лезет и так делать от трех до пяти раз в день вот это у вас лежит у сумочки у радикюльчики зубочистка раз с утра допустим стали вот это сделали потом перед обедом сделали потом допустим в средине дня делали потом вечерочком сделали делайте никаких побочных действий зато вы как раз вот свою свои гаймеры пазухи вот этими вот фитонцидами от табака душистого табака вы очищаете прочищаете и ликвидируете разного рода ведь вот если вас действительно заразили вот есть подключение к аппаратам уже предусматривает то что от аппарата начинаются какие-то то там болячки это считается нормальным уже выявлено что чё то значит что тут надо инфекция у нас идет по крови по крови значит вы тогда применяете там не бойтесь тройчатку используйте используйте керосин или тадикамп используйте курсами пошли 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 курсами плюс инфекция лезет из желудочно-кишечного тракта лезет прямо в кровь а слизь выделяется через легкие значит чтоб вот вы обезопасили себя свой желудочно-кишечный тракт значит 7 отмин я вам уже показывал 1 3 чайной ложечки в основном если надо больше пол половину чайной ложечки раз с утра натощак не жуя вы можете два тоже делайте так вот два значит этих 2 3 зернышка отмина на зубы разжевали то есть вот как мы жвачку применяем некоторые жвачку применяют я вообще-то это противник жвачки потому что мятный вкус он охлаждает охлаждает мятный вкус охлаждает и мать зубов а раз она охлаждается нас начинает трескаться и чем больше мы эту мяты жуем тем у нас будет больше проблем с зубами вроде свежее дыхание но тем не менее вот это весь лучше значит 2 3 зернышка отмина разжевали и вот этот дух пошел и мы тут обеззараживаем ротовую полость и и ланды так далее если у вас проблемы с ангиной так далее вот это значит полощите горло керосином полощите буквально таки сколько там пол чайной ложечки взяли и выплюнули раза три в день делайте для того чтобы это курс курс но это у каждого индивидуально ну сделайте неделю сделайте две недели сделайте даже три недели потом перерывчик чувствуйте что у вас там происходит вы должны все-таки как-то чувствовать свой организм что там происходит не сожгли ли вы но керосин как правило значит на кожу попал кожу может сжечь вот эту кожу жить а там особо слизистую не ждет это уже практика и проверено но опять таки это не не значит что вы тут а литрами там глушить этот керосин значит керосинчик то есть вы должны вот это вот свой организм протравить раз влезло разного рода бяка как а от этих аппаратов и так далее значит вот так где действует надо кровь чистим я уже сказал значит коррозином можно значит тройчаткой можно там но другими вещами которые как раз вот являются кровоочистительными их вообще много это просто говорю общее так сказать доступны значит желудочно-кишечный тракт обязательно используем тмин можно укропную использовать почему не жевать потому что все все это прошло через весь желудочно-кишечный тракт масло всосется в желудке дальше не подействует чтобы вы понимали почему и что и как работает и наконец-таки легкие если вы хотите значит ингаляции эвкалиптом ингаляции ромашкой кстати ромашку можно и пить чай эти самые ингаляции полынные можно там попробовать вот есть арома наборы там с арома этих самых масел и средства дорогое а эффект ну на кого как и вот это будет намного лучше плюс теперь я уже вам говорю плюс чтобы вот это вот не было чихи и ангины жуйте и не пейте после еды я же вам выложил вот эти книги по питанию что и как и рассказываю что пищеварение пищеварение пейте до еды вот вы съели пищу почему вам хочется пить после еды сели какую-то пищу на нее выделяется желудочно-кишечные соки выделяются не из крови выделяется от литра и более и результате кровь становится более густая естественно рецепторы сообщают что надо водички выпить и вы после этого начинаете пить и тут нарушаете а если вы выпьете до еды до еды выпейте тот же чай раз навернули а потом допустим салатик тушеный овощ или ну что там это и жуете не запиваете вы в первую очередь сидите меньше во вторую очередь у вас все будет качественно переварено не откуда будет браться этой слизи который выделяется еще разок я говорю через легкие и мы думаем что надо укреплять легкие нет надо просто-напросто наладить пищеварение а дальше обычные прогулки все это вполне достаточно чтобы гуляли прогуливались ну я примерно вот так вот думаю а